В Петрозаводске не хватает газа, топливо в пути, обещают на этот раз, и его хватит надолго. Драконы уже определили лучшего, а крейсерские яхты только вышли на старт. Побрили на усо все окрестные луга. Под Кондопогой собрались лучшие косари. Здравствуйте. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Ольга Пименкова. В Петрозаводске снова перебои с газом. 66 тонн голубого топлива, которые ждали еще в выходные дни, пришли только сегодня. Весь день его заливают в газораспределительные установки. Напомню, сегодня утром на планерке в мэрии управляющий филиал Трестом Петрозаводск Горгаз Владимир Паршуков рассказал, что в городе полностью отключены 6 газораспределительных установок, обслуживающих 13 домов. Об этом сообщил портал «Петрозаводск Говорит». Утром у организации было всего 2 тонны газа, а чтобы поддерживать давление во всех установках, в день Петрозаводску необходимо порядка 16 тонн топлива. Очередной перебой в поставках газа произошел из-за того, что в Свери по необъяснимой причине застряли две цистерны газа емкостью 66 тонн. Их ожидали вчера вечером, но они пришли только сегодня днем. Завтра в город должны прийти еще две автоцистерны емкостью 42 тонны. В Карелгазе сообщили, что топливо уже заливают в газораспределительные установки. Сегодня вечером или завтра оно должно появиться во всех домах. Также сегодня на планерке в мэрии сообщили, что правительственная субсидия на приобретение газа в размере 15 миллионов рублей поступила на счета предприятия. Эти деньги уже перечислены заводу, где пообещали отгрузить 500 тонн газа. В августе и сентябре перебоев с топливом быть не должно. Сегодня в Петрозаводске начался крейсерский этап гонок 44-й всероссийской парусной регаты «Онега» Банковский кубок. До 26 июля на «Онега» состоятся гонки в классе «Опен-800». В открытом дивизионе будут состязаться однотоники и двутоники. А гонки крейсерских ягд типа четвертоники пройдут в статусе Кубка России по парусному спорту. Для участия в гонках на «Онега» в этом году прибыли более 40 экипажей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ярославля, а также из Белоруссии. Нашу республику представляют экипажи из Петрозаводска и Кондопоги. Сегодня на старт вышли 28 команд. Четвертоники должны пройти на скорость 45 морских миль, яхты класса «Опен-800» – 56 морских миль. Ветер сегодня, по информации пресс-центра регаты, хороший. По предварительным данным, гонка прошла без происшествий. Примерно в это время яхты финишируют. О результатах расскажем в следующих выпусках новостей. Ну а для класса яхт «Драконы» соревнования уже закончились. В этом году на Донега подняли паруса только 6 драконов. Парусные гонки для них не просто спорт, а образ жизни. Поэтому спортсменов не остановила дождливая погода. За финальной битвой наблюдала Лиза Шахнович. Для участия в парусных гонках ваше судно должно до миллиметра соответствовать строгим принятым параметрам каждого класса. Бывали случаи, когда перед самым стартом спортсмен отпиливал лишние сантиметры у кормы, чтобы его допустили до соревнований. Старт гонки тоже дают согласно международным требованиям. За 5 минут до старта поднимается флаг класса стартующего. Это сигнал предупреждения. Потом через минуту поднимается сигнал подготовительный со звуковым сопровождением. Через 3 минуты подготовительный убирается. До старта остается 1 минута. И через минуту со стартом убирается флаг класса. Как говорят спортсмены, на яхте погода бывает только двух видов. Хорошая и очень хорошая. Дождь не может помешать парусникам. Главное, чтобы ветер был. Когда яхта идет против ветра, раскрыт только один прямой парус. А когда ветер попутный, раскрывается специальное полотно, похожее на парашют. Называется оно спинакер. Ну в море выходишь, ты же не можешь повлиять на ветер. Он нам не под властью. Сейчас идут гонки яхт класса дракон. Это один из старейших в мире гоночных классов яхт. И хорошо, что он в последнее десятилетие возродился у нас в России. Гонки на драконах были очень популярны в СССР. Но потом соревнования перестали проводиться. Банковский кубок собрал энтузиастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Нижнего Новгорода, которые возрождают этот зрелищный спорт. Победителем итоговых гонок драконов стала команда с названием I Feel Good. А второе и третье место заняли Integrity и Sunflower. Елизавета Шахнович, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. На улице Парковой жильцы одного из домов опасаются не только за свое здоровье, но и за жизнь. Дом, построенный как временное жилье, находится в далеко неудовлетворительном состоянии. Но вместо того, чтобы расселить людей, специалисты решили дом отремонтировать. Правда, только в 2017 году. Об этом и не только в нашей рубрике «Дежурный по городу». Этот дом на улице Парковой был построен больше 50 лет назад, как временное жилье. Люди живут здесь до сих пор, хотя дом находится в неудовлетворительном состоянии. Одна из квартир признана аварийной, но переселять людей никто не собирается. До 2017 года капремонт. Какой не капремонт? Надо же все разбирать. Жильцы переживают, что могут и не дожить до 2017 года времени, когда в доме должны сделать капитальный ремонт. Кровля, стены, фундамент и перекрытие находятся в неудовлетворительном состоянии. Неисправные канализационные сети. Эти лужи здесь постоянно как раз по этой причине. Канализационные воды не находят выхода и поднимаются наружу. Еще 20 лет назад износ дома составлял 61%. Три года назад одну из квартир признали непригодной для жилья. По закону людям должны дать новое жилье. Но законы исполнять власти, похоже, не собираются. Фундаменты все оголенные, ветер свищет, не нагреть никак. Кухня и прихожа вообще не отапливаются. У нас маленькие дети, это все течет с канализации. У нас постоянно, мы сидим на больничном, это у нас вот сегодня вызывало врача. У обоих девочек острый энтероколит. Лужи, грязные руки, это все течет из канализации. Интересно, что теперь барак, построенный для временного жилья, собираются капитально ремонтировать. Какие суммы понадобятся и представить страшно. В доме нет даже фундамента. Но главное дождаться бы ремонта. Дом рушится на глазах. С канализацией, как мы поняли, вообще беда в Петрозаводске. Ее запах мешает нормально существовать жильцам дома номер 63 по проспекту Александра Невского. Еще в апреле сюда приезжали специалисты ПКС. Уехав, оставили колодец открытым. Из-за этого и запах разносится по всей округе. Мы свидетели. Жильцы обращались в Республиканский комитет по госимуществу. Именно этому ведомству принадлежит здание, около которого находится колодец. Но в комитете пока не знают, что с ним делать. Неоднократно я обращалась. У меня даже фамилии записаны. Максимов, там еще какой-то есть фамилии. Но обещают, обещают, но вот и на ней там. Запах, простите. В такой амбре, вот окна открыть невозможно. Зловонные эти мухи, это все вот это. А на Карельском проспекте пешеходы переходят дорогу, рискуя жизнью. Здесь, видимо, приводили в порядок подземные коммуникации. Трубы подремонтировали, землей и щебнем засыпали. А асфальт положить не успели. Вот и летит щебень во все стороны, рискуя травмировать людей. Боимся, но ходить надо. Туда и обратно. Раз в день. Вот таким брошенным и забытым увидели мы Петрозаводск сегодня. Если и у вас есть что рассказать, звоните по телефону 53-32-32. Давайте делать новости вместе. В Карелии по Расинокосам. Косарисы все республики собрались на Кивачских пожнях под Кондопогой и выбрели под ноль все окрестные луга. На традиционном сенофесте, который в этом году прошел в Кондопожском районе, побывал Александр Лычагин. Раззудись плечо, размахнись рука. Сено косить, не мешки ворочать. Здесь надо с душой. В Кивачских пожнях Кондопожского района прошел традиционный сенофест. Чья коса самая острая, самая быстрая и самая точная? Участники фестиваля сено продемонстрировали свое мастерство. Соревновались с командами и один на один. Косили на скорость и на точность. Когда соревнования были в самом разгаре, внезапно пошел дождь. Однако с косой в руках погоды не ждут, гласит русская пословица. Ничто не помешало косцам заниматься любимым делом. Косьба – это, прежде всего, общение с природой. Мы так мало сейчас этим занимаемся. Вот тут мы, смотрите, березы, трава, небо над головой, дождь. Все это составляющие, так сказать, духовности. Это наша родина. Как рассказали участники фестиваля, искусной косьбе учатся с детства. Однако научиться косить более или менее сносно может каждый. Главное – знать несколько нехитрых секретов сенокошения. Правильно, чтобы коса ложилась параллельно горизонтально с земли. Пяточка была всегда на земле. Назад, когда отводишь, чтобы аспирьёв у тебя не вбивалась в землю. Пяточка должна быть нанесена. Желательно. Сенокос на Руси не только звенит косой и стучит граблями, но и песнями перекликается. Участники и гости фестиваля тоже пели, плясали и развлекались по-деревенски. ПЕСНЯ Наверное, каждый человек хоть раз в жизни косил. От армии, учёбы, супружеских обязанностей. Мало ли от чего. Можно косить под умного или наоборот под дурачка. А можно просто косить сено. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. По принципу единого окна, полгода назад в Петрозаводске прионежской сетевой компании был открыт Центр обслуживания потребителей, который должен был значительно облегчить взаимоотношения энергетиков с физическими и юридическими лицами. Увенчался ли эксперимент успехом? Узнаете прямо сейчас. О новости на сегодня все. В студии работала Ольга Пименкова. Всего вам доброго и только хороших новостей. Центр обслуживания потребителей АОПСК работает по принципу единого окна и позволяет без волокиты и лишней беготни по кабинетам решить любые вопросы, связанные с электроснабжением. Если вы желаете присоединиться к сетям компании, поставить или поменять приборы учёта, просто получить консультацию вам сюда. У нас все документы принимаются именно здесь. Больше никуда человеку обращаться не надо. Он как сдаёт документы, обратился сюда, вот здесь и получит ответ. Как рассказали сотрудники ПСК, эксперимент, призванный заметно упростить взаимоотношения энергетиков и потребителей, удался. За полгода в центр лично обратились более двух тысяч человек. Ещё четыре тысячи получили консультацию по телефону. В основном это жители карельских районов. У нас есть телефон горячей линии, по которому потребитель может позвонить и задать интересующий его вопрос. Мы этот вопрос зарегистрируем, зафиксируем. Если мы компетентны в этом вопросе, то с удовольствием поможем и ответим сами. Если нет, то направим на нужного специалиста, который поможет разобраться. Энергетики ждут петрозаводчан на пограничной 21 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Правда, пожилые люди жалуются, что до офиса непросто добраться. В настоящий момент прионежская сетевая компания работает над решением этой проблемы и подыскивает новое помещение поближе к центру города. Также с сотрудниками центра можно связаться по телефону. Прионежская сетевая компания, здравствуйте. Или обратиться за консультацией через интернет-приемную.